Аркадий Маркович Малер Непростой, все-таки же философ, человек, настоящий, автор многочисленных публикаций на эти темы. Поэтому важно понять, что этот разговор происходит в лоне нашей церковной терминологии и нашего миропонимания. Здравствуйте, Аркадий Маркович. Здравствуйте. Извините за такое длительное вступление. Спасибо вам. В прошлый раз мы обсуждали, зачем нужна православная догматика. Сегодня тема другая, которую вы предложили, я с удовольствием согласился, это христианство и светская культура. Христианство ведь тоже, как говорят, культура. Конечно. Чем отличается она от светской культуры? Конечно. Тем, что христианство – это культура, основанная на христианском вероучении, на том самом христианском мировоззрении, о котором мы в прошлый раз говорили. Светская культура основана на секулярном мировоззрении, которое отрицает существование Бога или вносит его за скобки. Вот главная разница. Такой приматес, существенная разница. Нет, я понимаю, что многие говорят, что и так понятно, что церковная, а что светская. Она все-таки какой критерий, где грань? Когда христианская культура переходит в светскую и наоборот. А здесь очень сильно граница, потому что на самом деле сама по себе церковь – это организация, которая представляет определенную культуру, именно культуру церковную. И вот эти понятия нужно сграничать. Есть церковная культура, которая основана на канонах, на традициях церковных. А есть более широкое понятие христианской культуры, которая не ограничивается церковной культурой, которая выходит за рамки церкви как именно литургического пространства. И когда я говорю о соотношении христианства и светской культуры, я имею в виду христианство в самом широком смысле слова. То есть в целом христианская культура. Ну, простой пример. Вот мы, скажем, часто спрашиваем, как правильно изображать святых, как нужно писать иконы. До сих пор к этому поводу идут самые разные дискуссии. И очень часто эта проблема опирается в то, что мы немножко подменяем понятие. Потому что есть иконопись, как то, что основано на церковной традиции, уже существующей многие века. И есть иконопись, как определенный жанр современной живописи, которая совершенно не обязательно должна быть церковной. Просто можно сказать, что это не церковно, это не может быть церковным. Но кто-то решил нарисовать икону. Он рисует ее для самого себя, для своих родственников, для своих друзей. Ну, или другой пример, когда мы говорим, а как вообще можно изображать святых? А как можно изображать Бога? Если вы хотите, чтобы Бога или святых изображали для икон, для фресок, которые будут выставлены в храме, которые будут частью литургического пространства, для того, что называется красивым словом иеротопия, вот этого священного пространства, священного места, то тогда, извините, здесь есть определенные правила, определенные традиции, которые можно следовать. И они не случайно возникли. Если себя изображаете, для своих друзей, тогда вы можете делать как угодно. Но это тогда нельзя называть церковной традицией. Вот в чем, собственно, разница. И поэтому, да, та культура, которая не церковна, она может быть, с одной стороны, глубоко греховна, а может быть христианской. Можно ли считать все то, что вне церкви греховное? Нет, конечно, совсем нет. А кто определяет? Каков критерий? Сама церковь определяет, конечно. Конечно, существует христианская культура, которая не ограничена церковностью, и в которой есть множество произведений искусства, которые мы считаем христианскими. Мы можем дискутировать о том, насколько они христианские, но люди, которых создавали, их создавали с христианской мотивацией, вкладывали туда христианские смыслы, как они их понимали, и они составляют часть нашей христианской культуры. А есть культура, именно ограниченная литургическим пространством. И поэтому культура за пределами церкви может быть как греховной, и антихристианской, так и христианской. Поэтому, когда я говорю о светской культуре, я имею в виду культуру вообще нерелигиозную, которая, кстати говоря, сама по себе не обязательно должна быть греховной. Потому что даже человек неверующий, или агностик, или человек другой веры, другой религии, может создать произведение искусства, исполненное правильных смыслов, не противоречащих христианству, что самое главное. И это тоже будет часть мировой культуры, в хорошем смысле слова, для нас христиан. Вот если мы вот эти все разграничения проведем, тогда мы сможем ориентироваться в мире современной цивилизации. Потому что, к сожалению, очень часто мы впадаем в крайности. И крайности эти, опять же, не христианские, они не церковью заданы. Когда, с одной стороны, мы считаем, что культура только тогда правильная, когда она строго церковная, тогда я вам скажу, нужно ограничиться просто литургией, больше ничем. Строго церковная – это мир литургический. Это мир литургической традиции. Когда мы выходим за пределы литургической традиции, мы оказываемся уже в секулярном мире. Здесь самые разные убеждения, ценности традиции. Некоторые из них христианские, некоторые не христианские. Это просто отрицание культуры человека, отрицание творчества. И оно по своим основам, мировоззренческим, не христианское. Оно, скорее, я бы сказал, манихейское, гностическое. То есть оно, в соответствии с этими учениями, гнушается материей, гнушается человеческим творчеством, утверждая, что все в человеке зло, все в человеке грех. Человек сам по себе, кроме греха, ничего создать не может. Но это не христианская точка зрения. Если бы так оно было, тогда бы человечество исчезло сразу после грехопадения. Это не так. И обратная точка зрения, возникшая в реакцию на этот ригоризм, не христианский, что на самом деле не надо вообще об этом задумываться. Все, что хоть сколько-нибудь похоже на христианство, похоже на веру в Бога, это все хорошо. И не нужны нам никакие каноны, никакие традиции. Нужно как угодно строить храмы, как угодно писать иконы, как угодно славить Бога. Но это тоже крайность. И мы это сейчас хорошо видим. Но, к сожалению, на современном Западе, когда мы приходим в прекрасные готические или романские соборы, а там вместо икон висят какие-то жуткие посмодернистские или абстрактные картины, изображающие Бога. И это при этом храм. Понимаете? Это при этом действующий храм, католический. Но вместо икон там мы видим выставочный зал, и находятся богословы, которые говорят, а знаете, это и есть современное христианское искусство. Нет, это не христианское искусство, потому что Бога, оно не славит. Оно выражает ваши личные эмоции. И вот я думаю, что правильный царский путь, царский, в смысле, третий путь, срединный путь христианской культуры как раз между этими крайностями. Да, мы должны следить за тем, чтобы культура, в которой мы живем, ориентировалась на христианские ценности, но при этом из этого не следует, что мы должны отвергать все новое, все то, что непосредственно не вышло из лона церкви. Это неправильно. Иначе туда невозможно быть миссия. Ведь напомню, что когда христианство возникло просто как учение, как церковь, у христианства была своя культура. Но что это за культура? Это была культура Ветхого Завета. Она еще не сформировалась. И она еще не сформировалась, как культура новозаветная. И церкви ничего не оставалось, как принять те культурные формы, которые были тогда в античном мире, в мире Римской империи. И если мы сейчас посмотрим с вами на традиционно известные нам христианские храмы, как они возникли, начиная с Рибы, с Константинополя, то пословые архитектоники – это результат развития греко-римской архитектуры. Ну, а какой же еще? Это не похоже на храм Соломона. Это храмы греко-римские, но преобразованы… Колонны, капители. Колонны, полукруги, ротонды, главные купола, давайте римские купола. Это то, что следует от античности. Значит, христианство взяло эти культурные формы и наполнило их правильным христианским содержанием. Сейчас для нас уже, может быть, для многих людей даже неожиданно, что, может быть, здание с колоннами, с куполом, и это не христианский храм, а это, может быть, храм языческий изначально. Но церковь же к этому отнеслась очень серьезно и сверхосторожно принимала соответствующие культурные формы. И этот процесс развивался и дальше. То есть вполне возможно, что и в будущем какие-то появятся новые стили, новые какие-то направления в архитектуре, которые предложат новый путь развития храмовой архитектуры или монастырской архитектуры. Но от того, что он новый, он еще не лучший, он еще не хороший. Его нужно еще сначала изучить, сначала нужно его обсудить, а потом уже его принимать. Вот в этом и заключается, собственно, христианская позиция в отношении культур. Задам простой вопрос, такой немножко банальный, для того, чтобы понять то, что вы говорите. Черный квадрат Малевича – это церковная архитектура или светская? Мы тебе говорим, живопись или графика, да, не архитектура. Конечно, нет. Да, живопись, конечно, я прошу прощения. Конечно, нет, но с ним все просто. Произведение искусства, да, скажем. Нет, черный квадрат Малевича сам по себе, сам по себе – это, конечно, очень значимое явление в истории искусства как такового, в истории развития образа, в истории отношения, так сказать, художника и картины. Это можно бесконечно обсуждать философски, культурологически и богословски. Но мы точно знаем, как он возник, что черный квадрат – это был элемент спектакля, спектакля антихристианского, и он должен был заменить традиционную христианскую икону. То есть черный квадрат – это икона XX века, да, его еще называют. Конечно, это не только нехристианское произведение, но и антихристианское изначально по своему смыслу. Другой вопрос, что современные интеллектуалы могут вкладывать идеи, которых там не было, что это особое созерцание Бога, что это тьма превыше света Дениса Реопагита, но, конечно, это не так. Просто потому, что мы знаем, как создавался черный квадрат и каких убеждений продерживался сам Малевич. Вот вы знаете, я всегда раньше говорил, что, чтобы стать настоящим православным, нужно немножко поработать, что православие – это религия трудная. Безусловно. Скажем так, она требует обучения. Православное христианство – это интеллектуальное мировоззрение, это интеллектуальная религия. Ну, например, нужно выучить церковнославянский язык, желательно, чтобы понимать благослужение и так далее. Вот, значит, вы используете другой термин. Вы говорили, что воцерковление предполагает воккультуривание. Что вы имеете в виду? Воккультуривание, конечно, потому что, когда мы принимаем христианскую веру, мы же не просто принимаем какую-то идею, мы входим в церковь. Мы в буквальном смысле слова становимся членами определенной организации, организации, существующей 2000 лет. У этой организации есть свои традиции, свои правила. Это иерархическая организация. И мы принимаем эти традиции, эти правила, мы принимаем определенную культуру, ту самую церковную культуру, даже именно в узком предметном смысле слова. И поэтому христианская вера, она не отвлеченная, она не умозрительная. Она предполагает повседневную жизнь внутри этой культуры. То есть предполагается, что ты регулярно ходишь на различные богослужения, ты участвуешь в таинствах, ты общаешься с священниками, у тебя дома появляются иконы, появляются молитвословы, у тебя есть Библия дома, ты это постоянно читаешь, ты постоянно внутри этого живешь. Поэтому это определенное укультуривание. И в этом смысле слова, конечно, христианство сущностно несовместимо с варварством, ни с каким. Варвар, который стал христианином, это варвар, который перестал быть варваром, потому что он входит в христианскую культуру. И все волны варварства, которые мы знаем за последние 100-150 лет, они все, заметим, носят сугубо антихристианский смысл, имея в виду все движения по разрушению европейской культуры, которые учатся в XIX веке, анархизм, большевизм, они все были ориентированы не только против традиционной культуры европейской или классической культуры, но и против христианства. И поэтому я считаю, что на данном этапе развития цивилизации у христианства в целом, у нашей церкви, русской православной в частности, и у классической европейской культуры общий противник и во многом даже, а неудивительно, общие задачи. Это было невозможно себе представить лишь лет 300 назад, но сейчас это так. Сейчас и церковь, и сторонники классической европейской культуры выступают хотя бы за то, что существуют высшие ценности, которые выше нас с вами, и что мы должны им служить, и что мы должны помнить ту культуру, которая была в прошлом, мы должны ее оценивать, мы должны ее воспринимать, и мы должны передавать ее будущим поколениям. Варварские движения – это движение не просто контркультурное, это движение антикультурное, это движение за отмену культуры как таковой. И это не какие-то общекрасивые слова, они действительно существуют. До нас, слава Богу, сейчас они еще не так добрались. Мы еще немножко в нашей стране живем в таком оазисе, где про эти идеи проникают, но кто о них знает. А на Западе тоже довольно активное движение. Движение просто по отмену европейской культуры. Оно реально существует. И, опять же, все леволиберальные партии, леволиберальные движения, которые мы видим в Евросоюзе, в США, они к этому сейчас ведут. Они и антихристианские, сознательно антихристианские, это не скрывают, и они антикультурные. Правильно рассуждать так, что если человек поцерковляется, чем дальше он от светской культуры, чем ближе он к христианской культуре, тем лучше. Или скажем так, он должен это делать обязательно. Если без комментариев, то да, конечно, да. Комментарий только один, что это не означает, что он должен перестать воспринимать светскую культуру. Я, например, веду кинолекторий, и я показываю фильмы самые разные, в том числе режиссеров-атеистов, советских режиссеров, и показываю для того, чтобы со зрителями обсудить философские, и богословские подтексты этих фильмов. Потому что иногда сам художник, создающий какое-то произведение, не знает те идеи, которые люди в нем, в этом произведении узреют, прочтут, да, эти те подтексты, подсмыслы. Как фильм «Обитель», например, который был создан, так сказать, без претензии на что-то, оказался очень важным. И это позволяет нам анализировать самые разные фильмы, книги, картины, и видеть в них то, что, может быть, сам художник даже не понимал. Поэтому вы правильно сформулировали тезис, но, опять же, с комментарием, что не обязательно для этого вообще удаляться из светской жизни, из светской культуры. Вот вы писали о том, что эпоха модерна, она, в общем-то, создавала такие ценности, которые лишали культуру теологической основы. Этот период прошел или проходит, или продолжает развиваться? Больше того, культура модерна во многом наследовала от средневековья христианские представления ценности. Например, ценность человеческой личности, которая полностью создана именно христианством, именно христианство вообще оно появилось, и в модерне, в просвещении оно закрепилось. Но в модерне просвещении эта ценность, как и другие ценности, лишилась вот теологического фундамента. Она просто стала красивой фразой, она повисла в воздухе. Ну, как вот шарик. А что такое теологический фундамент? Богословский фундамент, то есть то, что основано на священном писании, священном предании. А что значит лишилась? То есть стала поверхностной? То есть это понятие сохранилось. То есть вот эта вот, скажем, линия модерна стала не церковной? Продолжили употреблять, его ввели в Конституцию, в международное право, но оно оказалось пустым, оно оказалось просто благопожеланием. Потому что, если вы спросите у современных секулярных мыслителей, что такое личность, они вам скажут, что личность – это в лучшем случае результат социализации человека. Тогда я спрашиваю, а когда личность возникает? Когда я пошел в школу, когда я закончил эту школу? С точки зрения христианства личность возникает от зачатия, она уже есть. Поэтому аборт – это убийство. А вот для модерна – это просто некое красивое, пустое понятие. И классический модерн, конечно же, завершен. Он оказался в глубочайшем кризисе. А мы сейчас либо до сих пор переживаем эпоху постмодерна, либо мы из нее выходим, но мы не знаем куда. Классическая европейская культура сегодня – это уже не конкурент, а союзник христианства. Это так? Да, конечно. Почему? А почему очень много возникает мысли о том, что на самом деле Европа уходит от христианства в принципе? Классическая европейская культура могла быть конкурентом христианства, когда она зарождалась. То есть, я имею в виду, это 16-е, 17-е, 18-е, 19-е века. Но уже в 20-м веке она стала уходить в прошлое. Мы это хорошо видим по отношению к этой культуре сегодня. Людей, верующих христиан по всему миру, больше, чем людей, которые поклонялись, например, Джоконде. Их просто больше, физически больше. И уж точно тем, кто поклоняются каким-то картинам. Караваджо или Рембрандта, нашего любимого. И сегодня классическая европейская культура может быть и уже является существенным средством для христианской миссии в культуре. Мы используем эти образы, эти понятия, эти символы, которые возникли в эпоху Нового времени в миссионерских целях. И сегодня эта культура оказывается одним из подспорьев для самой церкви по изложению, объяснению своей позиции для современного светского человека. Для которого она уже только элемент. То есть классика – это уже элемент его культуры. Он ее не воспринимает как основу. Может быть, в далеком будущем то, что мы сейчас воспринимаем как что-то совершенно анархическое, варварское, станет классикой. И мы уже на это будем ориентироваться. Я бы этого не хотел, но гипотетически мы можем себе это представить. Вот Бердяев писал о том, что после эпохи постмодернизма наступит эпоха Нового Средневековья. Он так предполагал. Вы пишете об эпохе Нового варварства. Что вы имеете в виду? Как раз Новое варварство – это то, что сейчас, к сожалению, пришло с Запада в виде леволиберальной идеологии, утверждающей, что человек – это животное, которое должно стать роботом. Если обобщить в целом. То есть тогда культура как таковой будет уже и не нужна. Культура ему не нужна. Потому что с точки зрения этой теории… Или как вы пишете, культурный нигилизм возникает. С точки зрения этой теории культура, традиционная, классическая европейская культура – это система репрессии. Это то, что подавляет человека. Это то, что задерживает его в прошлом. Поэтому от этого нужно отказаться. Не то, что от христианства. Не то, что от церкви, само собой. А вообще от культуры как таковой. И отсюда вот эта идея преодоления культуры, которая очень популярна сейчас на Западе. Идея отмены культуры. Которая набирала обороты у нас в 90-е годы, в нулевые годы. Сейчас этим уже стало получше. Сейчас эти идеи у нас где-то даже запрещаются в какой-то форме. Но вы понимаете, идея на той идее, что ее нельзя просто запретить. Нужно ей что-то противопоставить. Правильную идею. И новое ваврство – это, к сожалению, то, что сейчас мы наблюдаем на Западе. Я об этом свидетельствую, потому что я был в разных западных городах. Я очень люблю европейскую культуру. Очень люблю. И традиционную, и классическую. Но, к сожалению, вот того, например, Лондона, или Парижа, или Рима, которому мы восхищались в наших мечтах, его уже нет. Это мир, где значительная часть населения просто больше, ее больше не интересует прошлое. Она не уважает то, что она наблюдает вокруг себя. И где, в общем, действительно происходит замена населения. Именно этническая. Однако музеи забиты битком людьми. Да, но это те люди, которые интересуются, потому что их пока еще много. Но не забудьте, что есть еще просто так называемые фланеры, праздношатающиеся. Это люди, которые приходят, например, в Лувр, бегут все к Джаконде и ставят галочку, что они его увидели. Фотографируются на ее фоне. Да, фотографируются, конечно, на ее фоне. Если удастся подпрыгнуть, потому что очень много людей загораживает картина в это время. Да, совершенно верно. Больше ничего не видят и убегают оттуда. Можно ли их считать людьми, которые побывали в Лувр? Нет, конечно. А почему тогда европейцы не закрывают музеи, если они считают, что культура прошлого тянет назад? Ну, во-первых, это доходное место. Это же люди готовы платить. То есть это просто бизнес. Во-вторых, это престиж. Это предмет демонстративного потребления. Вы были в таком-то музее, поставили галочку. И, между прочим, если бы вы лет 20 назад сказали, что это ужасно и это пошло, сейчас скажу, да, пускай хоть так. Лучше, может быть, даже так. Хотя бы через этот вариант такого демонстративного потребления люди приобщаться к высокой культуре. Понимаете, да? Ну, да. Но проблема эта и есть. И в этом смысле, конечно, сегодня наша страна, Россия, как это ни удивительно, вопреки многим обстоятельствам, вопреки самой себе, оказывается оплотом традиционной классической европейской культуры. Я говорю, на полном серьезе. Ну, да, то, что будет ее хранить или пытаться сохранить. Да, да. То есть, у нас еще пока это сохраняется. Ну, я вообще считаю, что Россия – это часть европейской цивилизации, просто ее восточный полюс, восточно-христианский. Но она вместе с этим оказывается хранительницей всей европейской культуры. Потому что пока у нас еще все-таки есть эти классические гимназии, да, есть классическое образование. Ну, пока мы ходим в пиджаках и брюках, так сказать, едим за столом, а не сидя на коленях, так сказать, и много чего другое. Совершенно верно. Мы выполняем европейскую этикетку. Совершенно верно. Это очень важная тема, кстати говоря, да. И в этом смысле мы противостоим вот этому западному вавросту. Это, если не зависит от своими именами. Я думаю, что я бы очень хотел, чтобы на Западе, конечно, возродилось традиционное сознание, классическая культура. То есть, мне печально то, что там происходит. И это ни в коем случае не повод для гордыни с нашей стороны. Это повод именно для духовного и интеллектуального делания. Понимание того, что мы сейчас обрели эту миссию, которая, кстати говоря, полностью соответствует идее Третьего Рима. Полностью соответствует. Но это всегда служение. Это всегда вызов. Это никогда не повод для самоуспокоения и самообольщения. Вы употребляете еще, кроме словосочетания «новое варварство», еще такой термин или, скажем, фразу, что церкви предстоит сопротивляться возрождающемуся оккультизму. Мы не должны вернуться в прошлое. Мы должны унаследовать прошлое в будущем. Истину, которая вне времена, вне пространственная. Понимаете, да? Но дело в том, что в этой ситуации мы не одиноки. Потому что тогда все остальные религиозные традиции и, главное, что оккультные учения тоже предлагают свои услуги. Говорят, да, мы тоже теперь на равных с вами возрождаемся. На равных с вами готовы Европе, европейскому миру, России предложить свою истину. И поэтому очень надо было бы думать, что с кризисом модерна и постмодерна мы автоматически вернемся к православной традиции. Конечно же, нет. Православный мир, христианский мир оказывается здесь в жесточайшей конкуренции. Это с новым язычеством, с новым оккультизмом. И не забудем, что царство антихриста – это не царство атеизма и безбожия. Это царство оккультное, это царство языческое. Антихриста себя Богом прогласит, понимаете, да? А не борцом за безбожие. Это очень важный момент. Поэтому я считаю, что неоязычество и неооккультизм – это, может быть, самый главный, самый страшный вызов вообще обозримого будущего. У нас достаточно сил, чтобы это побороть? Это вопрос. Поэтому вы скажете «безусловно». Это вопрос. Если, безусловно, тогда есть некое предопределение. Тогда мы с вами точно победим. Ну, как мы точно победим? Если мы знаем, что все кончится. Если Бог с нами, то кто же на нас? Да. Только милостью Божией, только по Его благоволению. Но мы должны с энергией с Богом действительно бороться с этими тенденциями разрушительными, с этим новым ваврством, с новым оккультизмом, с новым язычеством. Огромное спасибо вам за сложную, но интересную беседу. Надеемся, что мы продолжим наши беседы в будущем. Спасибо за приглашение. Всего вам самого доброго. Спасибо. Удачи и успехов в ваших трудах.